Добрый день! Меня тут презентовали, что я буду что-то позитив навевать. У меня вряд ли получится. Вы меня, наверное, действительно знаете больше как психотерапевта. И я действительно долгое время занимался популяризацией психотерапии. Хотя первая моя монография была посвящена методологии, я занимаюсь вообще методологией сложных систем. В 90-х было важно создать адаптированную для российской аудитории психотерапевтическую модель. И мы ее сделали, системную поведенческую психотерапию. Было важно популяризировать и объяснить, что обращаться к психотерапевту можно, нужно, это не стыдно, не страшно, не опасно и так далее. После этого я долго руководил большой производственной компанией. А сейчас я обосновался в Петербурге, создал интеллектуальный кластер, где мы, вот Высшая школа методологии, это то учреждение, в которое я сейчас возглавляю, в котором мы проводим те исследования, про которые я отчасти сейчас расскажу. Но, конечно, я буду ссылаться на совокупный мировой опыт. И мы попытаемся ответить на вопрос про новую реальность цифровой цивилизации, а именно, что будет происходить с человечеством и человеком в ближайшее время. Потому что мы должны четко отдавать себе отчет, что мы сами есть производные среды, в которые мы возвращены, в которые мы существуем. Мы то, что мы едим не только с точки зрения химических веществ, но и с точки зрения информации, мемов и так далее. И эта среда меняется не только содержательно, не только в тех смыслах, которыми мы заняты, но она меняется и структурно за счет количества потребляемой нами информации, за счет темпа потребления, за счет цифровой зависимости и прочих вещей, про которые я вам сегодня расскажу. Не знаю, нужно вам это или нет, но вот меня позвали, вам придется слушать. Не знаю, насколько для вас актуально, но я все-таки скажу несколько слов. Я сейчас закончил книгу как раз, она называется «Четвертая мировая война». В свое время в СНОБе у меня был большой цикл статей, где я рассказывал про то, что нас ждет в связи с технологизацией общей жизни. Куртсвейла вы знаете, Билл Гейтс называет его самым лучшим из тех, кто прогнозирует будущее искусственного интеллекта. И Билл Гейтс и, соответственно, Куртсвейл предлагает нам достаточно радужное будущее. Вот его перспективы. 20-е годы, 20-е, десятилетия, 20-е, это 3D-печать, которая позволит нам печатать вообще все, что угодно, буквально на домашних принтерах от одежды до еды, включая, соответственно, к концу 20-х будут печататься и органы тела для того, чтобы проводить трансплантацию. К 2030 году обещают нанороботы. Здесь вот закон ускоряющейся отдачи. Вопрос не в отдельной технологии. Мы понимаем, что каждая технология сама по себе ограничена. Но в ситуации, когда параллельно идет очень много технологических подвижек, а эти подвижки действительно идут не только в области чисто цифровой, они идут и в генной инженерии, и в биоманикулярных всех наших работах, и так далее, объединение этих вещей способно дать мультиплицирующие эффекты. Нанороботы могут, по сути дела, это такие умные уже лекарства, которые объединены с облаком, которые объединены с IBM Watson, который учитывает все данные о медицине. Как говорит Куртсвейл, сам к 2035 году, если мы доживем, то после этого каждый сможет сам определять время, когда он умрет. Потому что жить можно будет бесконечно. В частности, за счет технологии нанороботов. Ну и 1945 год – это технологическая сингулярность. Вот такая прекрасная, замечательная картина рисуется нам в будущем. Но, как вы знаете, альтернативы будущему всегда есть. И вот их нам предлагает Чарли Брукер, это комик, сатирик с британским юмором, который нам предлагает «Черное зеркало», возможно, вы этот сериал видели, каждая серия которого посвящена использованию, точнее, жизни человека при новых технологиях. Мне вообще очень нравится его цитата. В жизни каждого есть драгоценные памятные моменты. Первый поцелуй, первая работа, первое убийство, которое так и не раскрыли. Брукер – это человек, который говорит нам, вы получите в свое распоряжение невероятные технологии управления миром, человеком и так далее. Но вы сохраните того же самого примата внутри, просто он будет обладать невероятными ресурсами. А примат внутри нас, в общем, достаточно примитивное существо. За 200 тысяч лет, когда человечество стало человеком и человечеством, никаких существенных изменений не произошло. По сути дела, мы те же кроманьонцы, просто хорошо воспитанные окружающей средой. И вот если этим кроманьонцам дадут сложные технологические ресурсы, как они ими распорядятся? Значит, последнее изобретение человечества – это такой Джон Гуд был, это коллега Алана Тюринга, и они вместе работали над расшифровкой «Энигмы». Это великий криптограф, невероятный ученый и вообще человек очень забавный. И вот он пошутил, что последнее изобретение человечества – это ему, кстати, Алана Тюринг сказал, что после того, как в ГО искусственный интеллект выиграет у человека, грань между искусственным интеллектом и человеком будет преодолена навсегда. Мы это знаем благодаря Гуду. Это его выражение – последнее изобретение человечества. Последнее изобретение, и там он шутит. Все будет замечательно, если только искусственный интеллект предупредит нам, как его контролировать. Что вряд ли. Значит, вот эту версию излагает Барат в своей знаменитой книге «Последнее изобретение человечества». Форд описывает другую. На самом деле много здесь таких авторов, которые об этом говорят. Мы действительно переходим к роботизации, к высвобождению большого количества рабочей силы. И дальше совершенно непонятно, что с этими людьми делать. Непонятно, кто им будет платить заработную плату. Отсутствие заработной платы – это снижение потребительского спроса. Снижение потребительского спроса неизбежно ведет к краху экономики. Значит, соответственно, вопрос, как из этого будут выбираться экономисты, они пока не знают. Ну и я привожу здесь кино. Это понятно, улучшив уже экономическую аналитику. Я тоже думаю, вы все скандалы эти слышали. Это все реальные вещи. Действительно, данные утекают. Мы с вами все находимся в каком-то смысле уже под колпаком. Точнее, под большим количеством маленьких колпаков. Правда, если посмотреть на Китай, они этот вопрос уже решают и превращают это в один большой уже колпак. В общем, короче говоря, будущее выглядит как-то так. Не очень хорошо, но я опасаюсь другого. Я опасаюсь того, что мы с вами находимся в гиперинформационной среде. И мы страдаем информационным ожирением. Если вы себе представляете вообще просто примата, то у него есть две главные потребности. Первая потребность – это достать калории. Вторая потребность – получить информацию, потому что информация дает ему возможность защищаться. И вот это наша биологическая настройка. Когда в мире появилось много калорий, многих дешевых доступных калорий, весь мир стал страдать ожирением. Ну, я имею в виду людей, страдающих ожирением, безусловно. Когда появилась информация в избытке, мы превратились в точно таких же людей, которые постоянно потребляют информацию. Значит, цифровая зависимость – это уже диагноз. Этот слайд был сделан раньше, но вот в июле этого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала проект международной классификации болезней 11-го пересмотра. Это вообще очень редко такие происходят события в медицине. Это такие революционные всегда вещи. И цифровая зависимость уже поставлена в качестве диагноза. И вот этот… Скоро будут такой диагноз выставлять психиатры. Значит, и это цифровая… В Китае этот термин им там ничто не указ. Цифровая зависимость диагностируется с 2008-го года и существуют специальные лагеря, куда вывозят людей, лишают их доступа к Wi-Fi и вообще к любым гаджетам и содержат их, по сути дела, в общем, очень строгих таких условиях. Значит, цифровая зависимость – это не просто зависимость. Это то, что влияет на процесс формирования мозга, что приводит к цифровому слабоумию, и к процессу функционирования мозга, что приводит к информационной псевдодебильности. Вот это два новых диагноза. И я сейчас коротко про все про это скажу. Значит, цифровая зависимость, она сейчас диагностируется в 15-35%, в 15-соединенные штаты, в 35-соединенные штаты – это Южная Корея. Значит, и я хочу сразу обратить ваше внимание, значит, речь идет о действительном заболевании. В противном случае ВОЗ никогда бы это не ввел в свои новые классификации. Значит, в 2017 году было показано с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и целого ряда других исследований, что и нейрофизиологические, и биохимические паттерны цифровой зависимости идентичны этим же расстройствам при наркомании. То есть и у наркоманов, и у цифрозависимых реагируют те же зоны мозга и происходят те же изменения в нейромедиаторах, как и у людей, которые зависимы от собственных гаджетов. Значит, и это имеет свои морфологические следствия, да, падение, уменьшение количества нейронных связей между клетками коры головного мозга на 10-20%. То есть это реальная вещь. То есть когда вы утром просыпаетесь с телефоном, когда вы в любое свободное время достаете из кармана телефон, когда вы ложитесь спать, молясь этому своему. У нас новые такие, как это, псалтыри или что там раньше, с чем надо было молиться по утру и по вечеру. Вот у нас теперь есть такое черное зеркало Брукера. Вот. Вы демонстрируете признаки цифровой зависимости. Значит, цифровая зависимость в случае детей приводит к цифровому слабоумию. Все это началось, в общем, достаточно давно уже, в 90-х годах, и тогда за это все потрубили. Digital Dimension называется это расстройство. И сейчас я вот вам спрошу, как вы думаете, сколько времени ребенок до 10 лет по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения может проводить перед экранами любого вида? Телевизор. Вы ближе всего? 15 минут. Значит, ну, как вы понимаете, в современных ситуациях у нас и сложно осуждать молодых родителей за это дело, но любой планшет и телефон используются в качестве бебиситера. Значит, и мы понимаем, что... Я все время спрашиваю, вы давно слышали кричащих детей? Вот. Сейчас дети не кричат, потому что как только они начинают кричать, им выдают, сложив телефон, и они замолкают. Значит, откуда взялись эти 15 минут? Это не шутка. Значит, в 90-х годах провели это исследование, и вот обратите внимание, это в Америке проводилось. Дети, которые смотрели телевизор, тогда был только телевизор, один час и меньше в сутки получили высшее образование более чем в 50% случаев, и лишь 10% остались совсем без образования. Дети, которые смотрели телевизор более часа, всего лишь более часа, лишь в 10% случаев получили высшее образование, а в 20% случаев вообще остались без образования. Эти цифры должны нас насторожить, потому что речь идет, как вы понимаете, о ситуации, когда просто есть несколько каналов по кабельному телевидению. В наше время, это исследование Арика Сигмана, и оно относится к 2015 году, более одного года жизни современные 7-летние дети провели за экранами всех типов. Один год – это 365 дней, 24 часа в сутки. Четыре года жизни, точно так же, 365 на 24, провели за экранами молодые люди, которым сейчас 18 лет. 8 часов в сутки в среднем проводят за экраном современный подросток. На самом деле, сейчас я вам покажу в какой-то момент более драматические данные, которые уже Министерство Британии по связи демонстрирует. Значит, ну, любят говорить, что экран – это информация, там вообще просто это новую какую-то, мы формируем просто породу людей, они там будут необыкновенно умными, креативными. Ну вот для таких, как сказать, не вполне адекватных людей, в общем, проведены исследования. Более 300 тысяч анкет исследовалось, это знаменитый тест Торренс на креативность. Он возник в 60-х годах, и мы имеем за 50 лет огромное количество анкет, которые дети заполняли в разном возрасте. Это очень показательный тест, он более эффективен в предсказании успешности ребенка, нежели IQ-тест, или нежели мнение сверстников, учителей, и так далее, оценок в школе. Значит, вот что происходило. Значит, с начала 60-х годов, и это мы понимаем, пошла информационная волна по Тоффлеру, она, значит, толкнулась и пошла. 60-е годы. Был неуклонный рост креативности. Ну, это пример теста креативности там приведен. Значит, в 1984 году по 90-е была стабилизация, и начиная с 90-го года, вспоминаем исследования на телевизорах, которые я вам показывал, на американских детях и образовании, произошло неуклонное снижение креативности. Вот, 85 детей в 2008 году, я обращу ваше внимание, получили более низкие баллы, чем в среднем дети в 1984. Как вы понимаете, восьмой год, айфон только, так сказать, начал завоевывать толком рынок. Мы знаем этот диагноз, СДВГ, мы о нем говорили и вот о СДВГ, и о функциональной неграмотности, начиная с 90-х годов. Началась вот рост какой-то странного такого расстройства. Сейчас это фактически эпидемия. На самом деле, что такое СДВГ? Под этим диагнозом скрывается огромное количество различных расстройств, связанных с тем, что формирующийся мозг ребенка не смог организовать те режимы работы, нейронные сети, которые обуславливают различный функционал, который мы с вами реализуем. Вот вы сейчас сидите, концентрируете на мне внимание и пытаетесь понять, что я говорю. Вы осуществляете сложнейшую интеллектуальную деятельность, которую вы должны были научиться осуществлять. И много существует таких вещей, с письмом, с решением задачи, и так далее, и так далее. За это отвечает более 50 так называемых функциональных систем мозга, обеспечивающих разные режимы работы. Так вот, они сейчас в нынешних условиях, когда детский мозг формируется в неестественных условиях, а когда он формируется в условиях уже сразу цифровой среды, эти режимы работы не возникают. Более 70% детей, имеющих СДВГ, не перерастают это заболевание и переносят его во взрослое состояние. В Америке сейчас сплошь и рядом ставится диагноз, называется СДВГ взрослых. То есть мы все меньше и меньше имеем детей, которые способны, уже детей, переросших в СДВГ взрослых. Значит, ну, это я говорю вам про то, что это плохо влияет на формирование мозгов. Я вот просто в качестве, чтобы вы просто в общем себе понимали. Когда у нас мы рождаемся, в нашем мозге в два раза больше нейронов, чем во взрослом состоянии. Вот за время нашего формирования должно умереть половина нейронов. У нас увеличится количество связей между нейронами, но количество нейронов умрет, да, половина. И вот то, какие нейроны умрут, а какие останутся, зависит от того, в какой среде мы находимся. Если она цифровая, то мы формируем ребенка, который не может справиться с теми функционалами, которые для нас, в общем, пока типичны. Значит, ну, сейчас вот я говорю вам про формирование, а есть и мы с вами, взрослые, которые точно так же страдаем информационной зависимостью. И это приводит тоже к очень специфическому состоянию, которое получило название информационной псевдодебильности. И результаты эти были получены необычным образом, но, возможно, вам покажется это любопытным. Были исследованы истории болезни, психических больных, точно так же за значительный период времени. Исследовались поколения иксы, да, это те, кто родились там до середины, там до конца 70-х, условно говоря. Игреки, это 80-е, там и дальше. Зеты, которые уже конец 90-х, начало 2000-х. Значит, и исследовалась структура бреда. Значит, я должен вам сказать, что я помню еще старых шизофреников. Вот. Старые шизофреники отличались блистательными структурами своего бреда. Вот. Это были всегда сложно организованные системы, в которых была сложная иерархия. Все было связано со всем. Я здесь привожу вам в пример фильм «Игры разума» с Расселом Кроу, где он играет Нэша, да, Нобелевского варианта, математика выдающегося, который сошел с ума. И там мы вот видим, как он организует, вот он там находил следы, значит, сообщений в газетах, все это вырезал, все было связано со всем. Значит, нынешние шизофреники – это очень скучная и унылая картина. Вот. Значит, бред не структурированный, иерархически не выстроенный. Значит, он такой вот, тут соседка не так посмотрела, там, значит, как-то мне неуютно, тут еще что-то и так далее. То есть нет той прежней структуры. И вот, что мы должны понять, что шизофрения – это эндогенное заболевание. Эндогенное заболевание – это значит, что оно генетической природы. То есть ни нейрофизиология, ни биохимия этого заболевания не могли измениться. Что же произошло, что мозги раньше формулировали такой сложно организованный бред, а сейчас они производят, в общем, бред такой разорванный, не структурированный и так далее. Значит, это касается, дело, не только шизофреников, это касается, к сожалению, каждого из нас. Да, у нас есть иллюзия, что мы необыкновенно информированы и так далее, но, как я вам покажу дальше, это только иллюзия, продиктована нашей связью с сетью, с информационными ресурсами, вот, а эта связь, на самом деле, не участвует в мышлении. Значит, ну, мышление – это навык, его надо формировать, вот, и если мы все начнем глупить, никто этого не заметит. Вот, я все время рекомендую тем, кто, фомам, неверующим, сходить в психоневрологический интернат и посмотреть на местных жителей, вот, и спросить, что они думают про свои интеллектуальные способности. Вот, вы выясните, что они жалуются на все, как их содержат, какие кругом все идиоты, их палате, там, и так далее, и так далее, но на свое собственное слабоумие они не пожалуются вам никогда. Значит, и мы сейчас, вот, возвращаемся к цифровому потреблению, это, опять же, 15-й год, значит, 15-й год стал революционным, потому что в этот год британец стал спать меньше, чем он проводит время с айфоном или, там, с другими экранами. Спит он 8 часов 21 минуту, а пользуется планшетом или всем прочим 2 часа 41. Значит, плюс, мы используем сразу несколько экранов, это 11 часов в день в целом, если мы говорим про молодого британца, 16-24 года, то это в целом со всеми экранами 14 часов в день цифрового потребления. Значит, ну, опять же, сразу тут начинают говорить, что, ну, это же хорошо, много информации, все потребляют и так далее. Значит, тут вам тоже нужно, как бы сказать, посмотреть правде в глаза и понять, что наш мозг это очень специфическая такая, тляживающая в нашей голове, у которой есть определенные эволюционные установки. Значит, он очень много жрет энергии, этот мозг, вот, и если вам предлагают две задачи, одну посложнее и другую попроще, ваш мозг выберет какую? Попроще. И дальше мы оказываемся в ситуации, когда нам бесконечно предлагают информационный выбор, значит, где есть что-то попроще и что-то посложнее. И дальше начинается бесконечная эскалация примитивного контента, потому что все начинают воевать за внимание аудитории, и война за это внимание, это война, где средством является упрощение контента. Да, когда вы встречаете какую-то интересную статью, которая вам кажется заслуживающей внимания и прочтения, вы говорите, вот, это очень интересно, надо будет обязательно прочитать, и отправляете куда-нибудь в закладки, или еще в какие-то функции есть. Значит, по статистике вы возвращаетесь к 4% отложенных материалов. И вот вы умное и сложное отправили в закладки, а все остальное отправились дальше смотреть, я не знаю, у вас, наверное, свой какой-то юмор, да, там, у кого-то котики, у кого-то еще что-то, вот, у вас, я думаю, тоже что-нибудь есть, чем вы можете себя повеселить. Значит, это, как мы понимаем, огромная индустрия, да, здесь я привожу примеры, ну, совершенно частные, да, 140 миллиардов, это только реклама в Твиттер и Фейсбук, 200 миллиардов, это, по сути дела, только голливудская, значит, киноиндустрия, 100 миллиардов, это уже компьютерные игры. Значит, и все они заняты тем, чтобы захватить ваше внимание и удерживать его, и понятно, что чем примитивнее контент, тем больше надежды, что вы на этом контенте удержитесь. Соответственно, они за это и конкурируют. И дальше мы, как следствие, теряем навык к построению сложных интеллектуальных объектов, объемных, содержательных карт реальности. Значит, и глупее им в самом натуральном смысле этого слова. Добавьте к этому постоянные прерывания. Вам постоянно приходят уведомления, сообщения, и так далее. Вы всегда на связи и прочее. При этом, для того, чтобы вы действительно сосредоточились на какой-нибудь интеллектуальной задаче, вам нужно, по знаменитому исследованию Глории Марк, 23 минуты 15 секунд. Ну, это в среднем. Но, действительно, нам требуется очень большое время для того, чтобы загрузить в голову те элементы ситуации, задачи, которые вы решаете. Многим известно это состояние белого листа, когда вы садитесь, должны что-то написать, у вас это не получается, вы потом проводите какое-то время и вдруг замечаете за собой, что что-то вдруг написано на странице. Вот. Это были те 23 минуты, которые необходимы вашему мозгу для того, чтобы переключиться с одной задачи на другую. Он очень тормознутый животное. Значит, при этом у нас есть технологии, которые были получены за нас думают, да, мы уже не ориентируемся. Нам кажется, что мы помним свои телефоны, да, мы телефоны не помним ни своих родных, ни своих родственников, их помнит наш телефон. Вот. По местной, на местности мы ориентируемся тоже известно как. Мы пользуемся переводчиками, календарями, графиками, там и так далее с напоминаниями. Вот. Мы делегируем знания, соответственно, интернету, понимание мы делегируем соответствующим сервисам, да, потому что раньше, если вам нужно было в чем-то разобраться, вы должны были изучать вопрос, вы должны были изучать достаточно сложные, трудоемкие какие-то увесистые, так сказать, труды, и нужно было из них вынимать смысл. Сейчас конкуренция контента приводит к тому, что вам сразу дают все в разжеванном виде, да, кто читает сейчас Анну Каренину или «Идиот» в оригинале, когда можно прочесть двухстраничные объяснения в общем этих нехитрых человеческих соображений. Ну вот, точно так же и выбор все больше и больше оказывается у нас, за нас делается, и мы не осознаем, как мы ему следуем. Значит, вот я хочу, чтобы вы понимали работу иллюзии знания. Значит, вот наш мозг обладает специфической особенностью раздвигать собственные ощущения до пределов, до куда мы можем дотянуться. Здесь вы видите обезьянку, которая дотягивается до какой-то еды. маленький круг, она не дотягивается, и вот ее ощущение пространства вокруг. Мы даем ей лопатку, и ее пространство вокруг тоже так же расширяется, она как бы включает его в себя. Те, кто здесь автомобилист, хорошо знают, что такое габариты машины. Сначала, когда вы садитесь в автомобиль, вы не понимаете, как вам там рулить и что, но через какое-то время вы быстро осваиваетесь габаритами, и вы физически прямо ощущаете, как вы по миллиметру можете варьировать на трассе или маневрируя и так далее. Значит, у вас схема тела раздвигается до автомобиля, вы его чувствуете физически, точно так же, как вы физически чувствуете поверхность, по которой, ну, вы, например, физически чувствуете еду, в которой вы колете вилкой. На самом деле, ваши пальцы держат вилку, они не тыкают еду, да, но у вас возникает эта иллюзия. Вот эта же иллюзия у нас возникает со знаниями, потому что мы все свои знания можем в любой момент подчеркнуть из Гугла. Значит, на молодых людях было проведено исследование, и они четко указывают, значит, что если они знают, как им найти эту информацию, они считают, что они ей уже владеют. И это вот такая иллюзия у нас наступает. При этом, понятно, что наше само взаимодействие с информацией, оно дико убогое, потому что даже когда вы что-то смотрите по экранам, вы используете так называемый F-скроллинг, смотрите, про что речь, дальше вы проматываете вниз, там тоже еще смотрите и быстро закрываете, потому что чего тут, собственно, напрягать мозг. Значит, и это имеет, опять же, свои выражения. Были проведены исследования, которые просто сравнивают, что будет с вами, если вы прочтете какой-то рассказ на бумажном, физическом носителе, и что, если вы прочтете его на устройстве, на Кинделе. И выясняется, что если вы читаете на Кинделе, то вы после этого не можете структурировать, а в экспериментах использовался детективный рассказ на 38 страниц, то есть не изменяет память, в котором было 14 событий. И вот люди, которые прочли его на Кинделе, подростки, не могли его выставить в хронологической последовательности. А те, кто читали его на физическом носителе, могли последовательно расставить эпизоды этого произведения. То есть мы, но нам кажется, что мы прекрасно читаем же с экрана, правда? И вот последнее в рамках этих исследований, которое я вам приведу сейчас просто в качестве примера, оно мне очень нравится, это последнее, оно в семнадцатом году, это Уорт и Босс сделали. Значит, ну, вот давайте представим себе так, значит, что они сделали? Они вот взяли, так разделили полторы тысячи студентов, значит, на три группы, здесь примерно зал вмещает полторы тысячи, мне сказали, вот, делили на три группы, и дальше они должны были выполнять тесты на память, внимание, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, отличие между этими группами состояло только в месте расположения телефона, я подчеркиваю, в месте расположения телефона, значит, в одной группе телефон находился за территорией, за дверьми помещения, в котором проводилось тестирование, во второй группе участникам разрешили держать телефон при себе, или в сумке, или в кармане, третьей группе участников предложили положить телефон перед собой, перевернув его экраном вниз. Теперь посмотрите на две ключевые вещи, связанные с нашей интеллектуальной деятельностью. Объем рабочей памяти, это, по сути дела, те объемы информации, которые вы способны удерживать здесь и сейчас при принятии тех или иных решений. Подвижный интеллект, в отличие от кристаллического или жесткого интеллекта, это тот интеллект, который можно назвать нашей соображаловкой, нашей способностью использовать те знания, которые у нас есть. Сейчас я попробую воспользоваться указкой. О, смотрите, у меня получается. Вот, видите этих прекрасных людей с объемом рабочей памяти в этот столбец, да? Это телефон в другой комнате. Вот это вот он в кармане или на столе. Вот что такое, как страдает оперативная память просто в ситуации, когда у вас есть с собой телефон. А теперь смотрите, что происходит с соображаловкой. Мне просто очень нравится именно эта тоже штука. Вот смотрите, это соображаловка. Если вы видите перед собой телефон, перевернутым вниз, у вас падает соображаловка. То есть вам его не видно, ни в случае кармана, сумки, ни в другой комнате, вы просто физически не видите. А вот на столе вы его видите. И сразу у вас падение просто соображательной функции. А зачем ваш мозг знает, что если что надо решить, здесь лежит чудо, юда, нажимаешь и получаешь все результаты. Мы ошибочно думаем, что мы способны объективно оценивать собственное существование. Что мы объективно можем судить о себе. На самом деле это не так. Все, что мы сами себе рассказываем это просто один большой нарратив. И мы считаем себя необыкновенно умными, талантливыми и так далее. Хотя на самом деле это все меньше и меньше так. Мы действительно тупеем. Но как может быть это? На самом деле этот вопрос нейрофизиология подняла давно и давно уже на него ответила. Еще в российской школе начиная с Алексея Ухтумского. Но вот здесь я привожу знаменитый эксперимент Либета, который показал, что наш мозг принимает решение раньше нашего сознания. Тогда встал вопрос о свободе воли, все стали нервничать, переживать, долго говорили, что Либет неправ. Но вот это исследование 2007 года, институт 8 секунд вот этот график. Сейчас я попытаюсь опять. Вот этот график. За 8 секунд можно предсказать, что человек выберет и какое решение он примет. Нам кажется, что мы мыслим сознательно. На самом деле в нас думает какая-то другая штука. Дело в том, что мозг вообще не был предназначен для сознательного рационального мышления. В нем язык когда у нас появился? 40 тысяч лет назад может быть. Письменность начала появляться 10 тысяч лет назад. В мозгу нету места по большому счету для такой сложной когнитивной деятельности. У нас вся когнитивная деятельность ущербна и полна так называемых когнитивных искажений. Сейчас год за годом дают премии психологам по экономике именно за выявление очередных когнитивных искажений. Ну так вот изначально наш мозг был предназначен для того, чтобы думать про отношения между членами стаи. И выдающимся этологом Францем Девалем. У него сейчас есть книжка, я вам рекомендую почитать, она называется «Достаточно ли мы умны для того, чтобы понять ум животных», где он показывает, что мы, конечно, сильно зазнались в отношении интеллектуальной функции. Но его революционная работа – это «Политика у шимпанзе», где он, собственно говоря, показал в нидерландском зоопарке, он там был в жилостая вот это такое сообщество. И он показал, что каждое животное в этой стае находится в четком понимании, кто есть кто в этой стае, кто кому чего должен, кто кого сколько просто погладил. Значит, вот здесь толстая линия – это регулярные поглаживания, тонкие линии – это мелкие поглаживания. Значит, животные друг с другом, это называется груминг, да, у обезьян, вот, животные занимаются постоянно взаимным грумингом, не для того, чтобы поесть клопов, это вам рассказывали в программе «В мире животных», вот, значит, на самом деле они друг друга чешут, потому что таким образом раздражение кожи приводит к выработке эндорфинов, да, и у него, у животного, которого почесало другое животное, возникает позитивное отношение к животному, которое вы потесали, да. Значит, вот, если вы посмотрите на эту схему вот этой группы шимпанзе, который изучал Деваль, вот там сверху есть такие Ники и Ерун, два персонажа, вот, в стае руководило два самца, оба были мелкие, вот, но у них был мощнейший союз, у них было самое сильное взаимное вычесывание, то есть они друг друга там чесали бесконечно, да, вот, и потом, объединившись в пару, и как пишет Деваль, два самых слабых шимпанзе всегда сильнее одного самого сильного, да, и стали, устроили там руководство, так сказать, всем этим большим обезьянам-кагалам. Значит, у нас есть специальная зона в мозгу, которая отвечает за построение этих отношений с другими людьми, за это вот мышление о том, что происходит, кто в каких отношениях находится. Если вы сейчас посмотрите на эту схему, я вам уже говорил, что есть различные режимы работы мозга, и вот есть собственно говоря два на этой схеме два режима, которые относятся к сознательной деятельности. Это сеть выявления значимости, это средний уровень, сеть выявления, это вот, да, и нижний уровень, это центральная исполнительная сеть, да, эти две штуки мы используем при сознательной деятельности, причем ту одну, ту другую. А теперь посмотрите на верхнюю штуку, дефолт системы мозга. Видите, как там все горит всеми цветами радуги. Значит, таким образом активизируется ваш мозг, когда вы ничего не думаете. Более сорока процентов времени вы находитесь в состоянии блуждания. Блуждание это когда вы задумываетесь о чем-то своем. Вас спрашивают о чем-то сейчас думаешь и вы говорите что ни о чем. При этом это чистой воды вранье, потому что какая-то мысль в этот момент явно убегает и вы пытаетесь схватить ее, потом думаете точно не про это не надо говорить, что вы про это думаете. Но вы сами не понимали что вы думаете. Вы погружались в какое-то состояние полугипнотическое и это происходит регулярно, когда вы даже что-то читаете, когда вы что-то слушаете. Вот вы сейчас меня слушаете, потом в какой-то момент я вам надоел, наскучил и вы про что-то свое задумались, нужно было кому-то позвонить, кто-то с кем-то нужно было договориться, кто-то вас ждет, кто-то вас выгнал. У вас большая жизнь, вся она вот здесь находится в дефолт-системе мозга, потому что здесь живут образы других людей, эти модели интеллектуальные, на которые и село наше знание, потому что наше знание это не знаки, наше знание это не слова, наше знание это те значения, которые мы в себе несем, что мы подразумеваем под теми словами, которые мы используем. И вот собственно говоря, эти штуки, эти модели реальности, которые в психологии, философии, лингвистике называются значениями, они и сидят в вашей дефолт-системе мозга. И они там думают. Я вам здесь привожу цитату из Анри Пуанкаре, вы понимаете, насколько это выдающийся человек, который еще в начале прошлого века рассказывал о математическом творчестве. Он говорил о том, что решение к нему приходит бессознательно. Он сначала упорно трудится, тратит огромное количество усилий, у него много разных версий, ничто не срабатывает, он не может сесть за стол, встает, ходит, и так далее. В какой-то момент решение появляется, как он пишет, вдруг в голове появляется решающая мысль. В этой статье математическое творчество много приводит таких примеров. И если вы задумаетесь про себя, то у вас происходит ровно то же самое. Когда вам нужно решить сложную задачу, вы вдруг погружаетесь в какое-то небытие, как будто бы вы не думаете, а потом вы говорите, а давай сделаем вот так. Вот этот момент думала ваша дефолт система мозга. и здесь Маркус Рейчел это автор этой теории дефолт системы мозга, которая, как он рассказывает, предоставленная самому себе мозг, начинает размышлять о человеческих отношениях или о тех интеллектуальных объектах, которые относятся к задаче, которую мы сейчас решаем. У нас эти интеллектуальные объекты в результате организованы способом, с которым мы организуем стаи. то есть мы используем дефолт систему мозга для того, чтобы думать о разных вещах, эволюционно эта система была предназначена для того, чтобы мы научились думать об отношениях членов группы. Вот здесь в занятиях Академии Смысла, которые в рамках Высшей школы методологии проходят, у нас есть определенные занятия, где мы структурируем внутреннюю стаю. Я вам должен сказать, что структурирование внутренних стай совершенно идентично, внутренних ста это то, что Вы думаете про тех людей, которые в Вашей жизни имеют значение. Ровно то же самое происходит с разными интеллектуальными объектами. Если Вам нужно решить какую-то задачу, Вы точно также организуете эти сообщества, каким образом это показывал хоть Деваль, хоть наши студенты, которые реконструируют свою социальную жизнь. Действительно, мы имеем ограничения. Это ограничения связаны с тем, что наш мозг не способен удерживать большое количество других людей в голове. Эта дефолт система была предназначена изначально для того, чтобы мы структурировали социальные отношения и, соответственно, для таких объемов, в которых мы жили. Вот Робин Донбар, знаменитый окфордский профессор, который в свое время провел исследование объема мозга 38 видов обезьян и лечил, математическую закономерность вывел между тем, какой объем мозга у животного и какого объема группы создает тот или иной вид. И выяснилось, что есть математическая закономерность. Чем больше мозг, тем больше группы создают данные животные. То есть мозг нужен нам для того, чтобы мы могли жить в социальном пространстве и держать в голове других людей. Вот если вы просто, я не знаю, тут больше собачников или кошечников, но вот у кошки примерно в два раза меньше в процентном соотношении коркового вещества, чем у собаки, потому что собака стайное животное, ей нужно организовать стаю, она должна думать о всех хозяевах, всех отношениях и так далее, и так далее, и так далее, и для этого ей нужны новые расчетные мощности, которые организуют так называемую дефолт-систему. И выяснилось, что у нас должно быть внутри стаи порядка 150 человек. Надо вам сказать, что все антропологические исследования доказывают, что где бы человек не делал свои поселения, максимальные размеры, которые он достигал, это 80-150 особей. Раньше мы жили в таких стаях, если нету закона и другой системы управления. После этого он это проверил на большом количестве разных данных, получив доступ к биллингу телефонов. И вот 150 это то количество других людей, о которых вы способны помнить. Если вы думаете, что вы про всех помните, но если я вас сейчас попрошу назвать ваших однокурсников или одноклассников, вы явно растеряетесь. Хотя когда-то это были очень близкие вам люди, с которыми вы проводили кучу времени, с которых вы все знали, про которых вы часто думали, преподавателей своих я могу сейчас у вас попросить. Вы хорошо одного-двух вспомните. Почему? Потому что они вытеснены из вашей головы другими персонажами. Главное, что мы должны сейчас понять, что мы организуем свое внутреннее пространство интеллектуальное точно так же, как стаи, весьма антропоморфно. Мы все видим как такого голема, как такого существа. Но в зависимости от того, к какому психологическому типу мы относимся, мы можем это видеть и такими семействами, мы можем это видеть в качестве структурных вещей, потому что кто-то даже своих родственников организует по каким-то формальным признакам. И может быть рефлекторский подход в том случае, когда мы с вами не объединяем элементы, но соотносим каждый элемент с самими собой. Соответственно, у нас есть три подхода, к каким собираем интеллектуальные объекты, для того, чтобы они обрели максимальную сложность. Центрический подход отвечает на вопрос, с чем вы имеете дело, что происходит на самом деле. Вы никогда не теряете связь с этим реальностью и с тем, что вы делаете. Подход конструктора в этом смысле достаточно аналитический, он концептуализирует знания, которые мы имеем о том или ином предмете. Подход рефлектора позволяет ответить на вопрос, зачем это нужно. Он говорит о ценностных вещах, о том, как это должно выглядеть. Таким образом, существуют три стратегии, которые, если мы объединяем, мы действительно получаем сложное мышление. Вы мыслите сложно и создаете сложные объемные модели реальности в случае, если вы способны удержать суть и идею того, что вы делаете, того же программного продукта, которым вы заняты, когда вы понимаете структуру и внутреннюю организацию процессов этого дела и когда вы понимаете, зачем вы это делаете. Потому что часто бывает, что люди начинают делать какой-то проект и дальше мы где-то ищем куда-то у забредших, потому что они там пошли что-то делать. Зачем они это делают, почему они делают, тоже никто не задумался. Значит, вот для того, чтобы мы мыслили эффективно, мы должны использовать не просто всю свою дефолт систему, мы должны еще использовать три способа сборки, которые эта дефолт система нам предлагает. И только в этом случае мы можем говорить, что мы обладаем действительно хорошим мышлением. Значит, откуда оно это возьмется, хорошее мышление, если наша дефолт система должна тренироваться на взаимодействиях с другими людьми. Вот здесь этот график, это, кстати, тоже британское исследование, и он заканчивается 0,07 годом. На этом графике показано время, которое мы проводим face to face в социальном взаимодействии и с экранами. Синее это социальное взаимодействие, красное это экраны. Если в 1987 году 4 часа в целом британец проводил в сутки за экранами, общался 6 часов лицом к лицу, то в 0,07 году, когда только появился айфон, он уже только 2 часа общался с другими людьми лицом к лицу и 8 часов общался с разными рода экранами. Почему? Потому что нам другие люди с вами больше не нужны. Если раньше все знания были в обществе распределены между другими людьми и мы были вынуждены строить отношения с другими людьми, то сейчас мы можем позволить себе роскошь не заниматься взаимодействием с другими людьми, строить с ними отношения. Другие люди сложные, конфликтные, в общем, что с ними строить отношения, если все можно выяснить с помощью поисковика или заказать онлайн доставку через онлайн. Значит, у нас нет необходимости строить отношения с другими людьми, а если нет, то мы эти способности строить отношения с другими людьми создают дефолт-систему, которая используется нами при решении сложных задач. То есть мы сейчас оказались в конструкции, когда мы не тренируем тот орган, который у нас должен думать. Мы можем развивать себе память и так далее, но эту главную зону мы не развиваем. И мы утрачиваем навык реконструкции других людей, у нас возникает все больше цифровой аутизм, но в результате мы утрачиваем фактически и наше мышление. Я говорю об этом не случайно. В высшей школе методологии я сделал целый проект, который продолжается уже два года, где мы последовательно шаг за шагом занимаемся вот этой дефолт-системой мозга. Сначала расчищаем барьеры, после этого тренируем саму эту интеллектуальную функцию, потом на троице собираем разные способы сборки. И я вам должен сказать, что человек, который входит на обучение, на выходит, входят все с полной уверенностью, что они самые умные. А чего? Кто из вас думает, что вы не самые умные? Поднимите руку. А уши краснеют? Я просто отсюда не вижу. Значит, каждый, это нормально. Если вы думаете, что вы не самые умные, у вас депрессия, вот запишитесь в клинику, вы смеетесь. Это один из трех компонентов триады депрессии Бека. То есть, если вы считаете, что вы не умнее всех остальных, то, в общем, есть риски. Вот. Да. Значит, я вам просто говорю, что мы действительно видим, насколько нужно потратить усилий для того, чтобы разбудить цифровой аутизм, в котором сейчас мы находимся, снизить цифровую зависимость и добиться более и более конструктивного мышления, более объемного. Мы то же самое делаем и с бизнесом. Мы сделали специальный кейс и проводим эти штуки, работая с отдельными компаниями, там просто ограничения на 30 человек, или с теми людьми, которые занимаются конкретным проектом. Я вам должен сказать, когда мы проводим рекогнистировку местности и пытаемся понять, как участники проекта понимают происходящее, мы обнаруживаем не то чтобы хаос, мы обнаруживаем людей, которые работают на разных работах и просто случайным образом здесь оказались. И требуется целых три-четыре последовательных этапа, когда мы сначала выгружаем из них информацию про то, чем они занимаются, потом структурируем эту информацию по контурам сборки, суть, структура, ценность. И после этого мы всех меняем местами по этим контурам, чтобы они поняли, что они делают не что-то там вот в этом своем узком коридоре, а то, что они решают целостную задачу. И это вещи, которые кажутся такими понятными, такими объективными. Я думаю, вы сейчас слушаете меня и думаете, господи, что вообще оригинального. Но я вам говорю, что на практике, когда вы начинаете работать с компанией, вы обнаруживаете эту катастрофу, что нужно целиком все просто вытрясти из людей, пересобрать с их участием, всех их вместе поменять местами, чтобы они осознали, как их место зависит от всего остального. И только после этого все превращается в более-менее целенаправленную деятельность компании. Я могу быть неправ, можете со мной спорить, но я считаю, что изучение мышления механизмов это наше все. Мы сейчас пережили первую нейрофизиологическую революцию. Я так уверенно об этом говорю, потому что в течение последних 20 лет мы можем наблюдать реальный живой мозг в рамках своих исследований. Раньше мы этого делать не могли, сейчас мы можем видеть мозг работающий. Нас еще ждут две следующие нейрофизиологические революции. Мы узнаем, будет биохимическая революция, мы поймем, каким химическим образом. Это фабрика и химических веществ организованы и сможем с помощью химического подхода изменять эмоциональное состояние, формировать влюбленность, справляться с депрессиями и так далее на значительно более высоком уровне, чем сейчас. И третье это коннектомика, когда мы сейчас восстановим этот знаменитый проект Brain, который в Швейцарии Евросоюз проводит исследование полтора миллиарда евро уже на это выделено, Обама открыл свой проект Brain и он тоже продолжается в Соединенных Штатах, этот такой же уровень как геном человека, мы производим реконструкцию всех связей, нейронных связей между клетками мозга. Это будет еще две революции, когда мы поймем, как работает на самом деле наш интеллектуальный ресурс и каким образом можно его задействовать. Пока мы имеем вследствие только одного, одной революции нейрофизиологической, но уже это позволяет сформировать такую методологию, которая возможно как-то сможет уберечь нас от того тотального оглупления, которое происходит. Потому что мы сейчас идем навстречу вот такому идеальному шторму. Уровень мышления, способность системно мыслить, способность мыслить структурно, способность видеть суть, способность понимать ценность того, что люди делают, неуклонно снижается, а технологии становятся все более сложными, все более диверсифицированными, более распространенными. И сможем ли мы преодолеть эту точку, когда мышление уже не будет современного человека, способно управлять этим или нет, мы не знаем. При этом я вам должен сказать как нейрофизиолог, как человек, который всю жизнь этим занимается. Наш мозг с вами это достаточно примитивная машина, которая точно так же состоит из атомов, молекул, квантов на любой природе. Она имеет базы эволюционной настройки, которые приводят к тому, что мы бесконечно косячим. Мы очень гордимся тем, что мы способны отличать человеческие лица одно от другого, а вот искусственному интеллекту этому долго обучать. Это обусловлено просто базовыми эволюционными настройками, которые формируют весь набор наших когнитивных искажений, которые в других случаях приводят к огромному количеству ошибок, которые мы совершаем. и будучи такой примитивной машиной, у которой правда очень хороший пиар, потому что пиар у наших мозгов просто грандиозный, нам рассказывают, что они какие-то совершенно невероятные, что полное вранье и ложь, из 87 миллиардов нервных клеток, которые находятся в вашем головном мозгу, больше 50% находятся в мозжечке, а на кору приходится 16-18 миллиардов. Значит, мозжечок отвечает за то, чтобы у вас руки не тряслись. Вот чтобы у вас руки не тряслись, необходима вычислительная мощность мозга в 58% всех имеющихся у него нервных клеток. Все остальное, что мы считаем своим каким-то невероятным человеческим достижением и так далее, делается 16-18, это меньше 20% нервных клеток, которые находятся у нас действительно невероятно ограниченный ресурс. А технологии, которые мы разрабатываем, получают все больше и больше базы данных, все больше и больше могут находить взаимосвязи, которые мы в принципе не видим. Если вы спросите у создателей, у Ферручи, который сделал этот IBM Watson, как его машина принимает решение, он говорит, что я не знаю. И мы все больше и больше оказываемся в ситуации, когда машины принимают решения, которые мы не понимаем, что за ними стоит. И поэтому вот такой экссенциальный вызов, который стоит перед нами, это в том, что с нашим мышлением будет в самое ближайшее время. Достаточно ли будет оно системным, чтобы мы справились с той технологической сложностью, которую сами торжественно сейчас в конкурентной борьбе создаем. Достаточно ли оно будет креативным, чтобы воспроизвести тот интеллект, который сможет обеспечить нашу совершенно сложную, такую парадоксальную жизнь, которую мы себе устроили. И достаточно ли мы будем мудры, чтобы, я вспоминаю снова Джона Гуда с его последним детям человечества, чтобы умудриться всю эту технологическую цивилизацию оставить у себя под контролем. Вот почему мне кажется, что мышление сейчас самая важная вещь, почему я сейчас этим занимаюсь, пишу про это книги, читаю лекции. Сейчас самый короткий был мой такой Блицкрик, я прошелся по нескольким темам, думаю, это было трудоемко. «Музыка» 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 «Музыка»